Дорогая Мария Дмитриевна Они безжалостно избавляются от всего, что связано с Великой Российской империей Мне нельзя возвращаться в Москву, неминуемая смерть ждет меня там Уезжай, Маша, забирай детей и езжай в Киев, пока не поздно Я встречу вас там, и мы уедем из страны Храни Господь тебя и детей Оля, Люба, Таня, собрались уже? Да, матушка? Да, матушка, готовы Просковья, экипаж еще не поддан? Еще нет, Мария Дмитриевна Дина Не допускай усиления жара, купай как можно чаще Давай теплой воды Она должна пить Когда ей станет лучше, три раза в день полы на настой Делай так, как говорит доктор Мам, я хочу с вами Я поправлюсь Конечно, Маруся, поправишься Поправишься и приедете ко мне с Диной Тебе надо немного подлечиться Где мой мишка? За тобой будет наблюдать доктор Мы будем в Киеве Связь держи через посыльного Николая Он будет приезжать Как ей станет легче, приезжайте в Киев, я вас буду ждать Прежде дай знать Николаю Хорошо Экипаж Кота Вы у меня умница Вы справитесь Я люблю вас Сила, пойдем КОНЕЦ 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 Это не так Причем КОНЕЦ ТОХНЕЦ КОНЕЦ Киндергартен, несколько историй, и нежели галф-касши. Эти самые главные амусемы в этом паре. Ничего не отличается в доме здесь, apart from друг друга. Только такие цветы в доме. Один из них Мария Измайлова Марк живет с ее мужем, Роберт. Вы хотите посмотреть, что это хорошо? Вы хотите менять? Да. Хорошо? Хорошо. Красиво. Это Мария. Американсы называют ее Марша. Эта женщина является рольмоделем. Вы хотите своих детей, родственников, друзей, и даже близкие, как она. Вы можете сидеть за 10 лет. Вы хотите узнать мир. Когда вы уже 7 раз 10 лет любите Марша, вы понимаете, как мало вы узнаете о мир. И вы хотите иметь время, чтобы попробовать что-то другое. Я делаю, чтобы жить. Я люблю это делать. Почему ты делаешь, что ты делаешь? Потому что это не что ты будешь миллионером. Это потому что отсюда тебе это важно. И мы очень счастливые люди, чтобы знать это. И я думаю, если они балет, тогда рисовать. Если они рисовать, тогда писать. Они все смешены в одной энергии. Маша – это мама от 3 детей и уже давно родственная бабушка. Эта женщина считает себя счастливой, и она кажется, что с годами она становится более и более как ее бабушка Мария Дмитриевна. Она самая активная, молодая и неожиданная. Кто-то может получить дак и назвать его Моцарт. Но не каждый может получить крокодил. Марша имеет одну. Прямо продать ее, может, по-моему. Марша believes, что самая большая частьюcca – это меланхолисть. Любли, что ты не хочешь, и неười. Марша у нее жизнь в этой вере с isso и 75 лет. И это все же смерть. Марша наконец-то оказалась с самыми. Это книга «Who's Who? Американские женщины». Мне очень приятно, что я во всех. Маша, это я. Балет-тренинг с Джордж Баланчином. Джордж Валадин, founder of Masha Ismail of Mark's School of Ballet. Маша is a professional ballerina. She's a pupil of Grigori Balanchin, the man who founded the well-known ballad company first called American Ballad and then New York City Ballad. Маша Ismail of Mark taught children ballet for 40 years. She has put on a ballet production in both New York and Connecticut and often organized charitable performances for the benefit of orphaned children. She collaborated with the Bolshoi Theater in Moscow and more than once young dancers from Moscow came to her ballet school. Even Шамиль Yegudin, a Bolshoi Theater soloist in the 1950s, came to her school. In short, Marsha Ismailova Mark is a common character in American newspapers and culture. She has always known about her Russian roots and about her distant relation to the Grand Duke Alexander Danilovich Menchikov. Even so, she tried never to talk about this. The word of her father's warning had long been preserved in her memory. Папа всегда говорил, мы в Америке теперь. Это ничего, это не важно. Даже не надо разговаривать, потому что тут не понимают. И это вообще тебе никак. Ты американка, но у тебя русская душа. Не забывай, кто ты. Американская душа имели исторические источники. Тогда его спокойная жизнь приходит к конкурсу. Мы можем только спекулять, что может случиться с ним и его семьей, если кто-то обнаружил, что он правильный родитель Александр Менчик. Какой у тебя сегодня полноценный счастливый веселый день. У меня и так он каждый день счастливый и полноценный. Будь здоров, не кашляй. Чай. Ну, кружки-то возьми, вот эти. Вот я достал. Поверьте, что за 61 год жизни мы ни разу не поругались фундаментально. То есть, конечно, мы из-за чего-то там пошумим, чем-то я недовольна, чем-то он мне, но это мелочи. Это вот не то, что мы после этого не разговариваем, даже день-два, этого не бывает. Алексей Харитонович и Наталья Владимировна Заремба. Не только они никогда не quarрел, но, как мы знаем, они даже думают alike. В их семье есть много событий, но также, в times, очень грустные события. Не важно, что они всегда были вместе, они не пытались быть разными. До этого дня они с ногами и ногами. Алексей Харитонович – представитель семьей генерации и любимый Петербург Александр Менщиков. Некоторые люди из его близкого и в церкви даже говорят, что он похож на его знаменитые родители. В почти каждом комнате есть фотографии родителей. Алексей Харитонович и Наталья Владимировна reverently сохраняя память даже их близких родителей. Они считают, что их родители и родители должны знать каждый родитель родителей моей мамы. Внизу ее родная сестра Надежда Петровна. Это те сестры, которые остались, которые не уехали по ряду обстоятельств. Алексей Харитонович found out about his famous relatives in only 1972. Before this, he couldn't even imagine whose blood was running through his veins. Мы никогда ничего о родственниках в Америке не знали. В то время, когда мы жили, это было табу. И самое ужасное, что ни мама, ни ее сестра, которая родная Надежда Петровна, которая тоже жила в Москве, они ничего 50 лет им было неизвестно о своих родственниках. Первая империалистическая война. Дедушка воюет на Западном фронте. Там это Западный фронт. Бабушка со своими детьми, со всей семьей живет в Москве, в Речском переулке. Девочки все, самые старшие, моя мама. Ей в 20-м году, когда они уезжали, ей было 24 года. Но потом началась революция. И начали офицеров-то подбирать. Дед, естественно, не вернулся в Москву и вызвал бабушку в Киев. Бабушка взяла с собой Олю, Таню, Любу, Севу. Маруся, моя мама, и Дина не могли уехать. Мама, так как мама была самая старшая, она работала на железной дороге. И на железной дороге подцепила ТИФ. И бабушка сказала, Маруся, ты остаешься, Диночка остаётся за тобой ухаживать, а через некоторое время вы нас догоните в Киеве. Тогда с Киевом были открытые границы. Ну, так и решили. Бабушка с четырьмя детьми уехала в Киев, а мама больная с надеждой Петровной своей сестрой остались в Москве в Речниковом переулке. Теперь у нас соседи. Нам оставили только одну комнату, а в остальные заселили разных людей. Они хорошие, помогают кто чем может. Только от них шумно, а ведь Маше нужен покой. У неё постоянный жар, и нет аппетита. я уже не помню, когда она последний раз ела. Доктор приходит раз в неделю, но сделать ничего не может. Говорит, что нужно много пить, и постоянно смачивать тело холодной водой. Я знаю, что Тиф иногда длится несколько месяцев. Я очень надеюсь, что она выздоровеет. Как ты? Жарко. Болит голова. Не хочу больше. Нужно больше воды. Поешь? Не хочу. Я молюсь каждый день о её здоровье. Она поправится. И мы приедем в Киев. 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 Масша пейт. Она и называется Селф-тот. Ее пища для пейтинга не обвокировалась когда она остановилась в киеве. Это не только канвес. Для Марши это такой диарей, в которой она экспрессовала свои thoughts о будущем, будущем и будущем. Болт, broad strokes clearly prevail over the lines. Она объясняет, что жизнь лучше видеть в broad strokes. Акрылик на канвес increasingly helps her mentally transport herself to a complex и unknown time. A time where there is no clear superiority of one color, black or white. A time when penumbra reigned the years of the Bolshevik Revolution in Russia. With every year passing through the prism of time, it becomes harder and harder for her to understand which side was right. Did the Russian people pay too high of a price for this revolution? Was it worth the thousands of broken families? With every touch of her brush, every stroke, Marshall transported to Moscow in the early 20th century. A time when the family had not yet been divided, when the grandmother of Maria Dmitrievna immigrated to New York in 1920. Sometimes these strokes even transport her to snowy Siberia, to the city of Berezov, where 300 years ago her 7th great-grandfather, Александр Menchikov, spent a year in exile. Я думаю, когда у меня вопрос какой-то, тогда я думаю обратно, первое, что папа сказал, Володин, Баланчин и Менчиков. Но что я вспоминаю, что мама меня в голову била, что ты меньше голов, так что ты это можешь сделать. Это ты можешь закончить, потому что у тебя характер такой. Марша confides that she thinks more and more often a grandmother, Maria Dmitrievna full-on. She left too many mysteries behind. There is too much she didn't get to tell. There are few remaining memories of her grandmother, because she died when Marsha was not even 7 years old. However, she remembers her character and habits. Строгая, всегда в черном, у нее кошка, и она была, ну, как королева. Она просто так держала себя. Я ее боялась, но она знала, как поцеловать себя, но она держалась очень так высоко. Андрей, the second cousin of Алексей Харитонович, and the grandson of Надежда Петровна, is always glad to welcome guests, especially Natalia Vladimirovna and Алексей Харитонович. He let us know that they are like parents to him. At any difficult moment they are always ready to help. He says that in the last 10 years they have become especially close. Not only Алексей Харитонович and his wife come to visit, but also their children and grandchildren are beginning to come more often. This large extended family has always found some way or another to be together. This is the strength of their bloodline, says Andrey Savilev, a representative from the 8th generation of descendants of Aleksandr Menchikov. Who knows, maybe this is the will of their grandmother Maria Dmitrievna. It's possible she even now sees to it that all the members of her family help each other in difficult times and remain together, reflect Алексей Харитонович and Andrey. Also, if you believe the legend, all through her life she had extraordinary abilities. For example, she could feel what was happening with those close to her, even from a distance. Her predictions often came true. For example, when her first son was killed in the 1920s, she felt it and said that Shuru killed him. This portrait helped me in my life. I was always talking to him when I had some difficult questions, which I could not imagine, such as technical questions, such as mathematical questions, such as life questions. I was always talking to the portrait Andrey has studied the lineage of this famous relative in detail. The descendants of Menchikov have been scattered all around the world. Some ended up in Israel, some in England, some in the United States. At the moment, plans to re-establish contact with their relatives in America have been successful. In the near future, Andrey plans to visit the USA and finally meet his great-aunt Marcia Ismail-Vamark. In the meantime, he is engaged with recreating everything associated with Alexander Menchikov and his descendants. Engravings, letters and photographs from the letter is the coat of arms of the Menchikov and full-on images. There is a gift of menchikov, Alexander Danilov, which was given to him, with the title. This gift, he has a few different types. This gift of menchikov, which I made. This gift of menchikov, which I made. and all three people are connected to the military. That is, 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 two women that are who could not just live, but also to live with children, to put them on the feet, to give them a higher education and, actually, to live for their children, for their children, for them to stand on the legs. Where is he? He will soon come. It's time to come. It's time to come. You have everything? What about you? I have to take the money. I have to go and get it. I might have to go. I would have to help. Hello. 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 You have to ask for a period of time. Who? You have to ask for a man, A bit of a man, a bit of a man. What's that? Письмо от Николая. Мы не едем в Киев. Что ты такое говоришь, Маруся? Почему не едем? Потому что их нет в Киеве. Границу закрыли. Не может быть. Он пишет, что они успели уехать из страны. Кажется, в Константинополь. Он неприятный сын. Он не мог бы уйти. Моря сын. Моря сын. Он бизнесмен. Его дом находится в таком месте, как Хопсалд. не слишком далеко от его мамы. Вы можете сказать, что Бобби находится в Америке. У него есть красивая женщина, две девушки, маленькая квартира на острове Флориде, а private beach, и маленький дом для фишки. Его дом full of pets. Он очень рады о своих животных. The idea to raise these birds came to Бобби a year ago. There is something very Russian about this, he muses. However, when he hears about the fact that people will kill them for soup, he rejects the idea flatly. He doesn't understand how those wonderful birds can be killed for the sake of food. Bobby has never been to Russia, but the sort of Russian blood running through his veins causes him uneasiness. It's a pleasant uneasiness. This citizen of the United States and resident of sunny Florida is the eight times great grandson of a power broker of Russian politics in the era of Peter I. His distant relative ended his life in a remote Siberian town of Berezovo, which is located in the Hanty-Mansiisky of the Norma New Yorker in the era. Well, it really hit me when I took Russian history in school. Because you had to take Russian history when I went to high school. And then to see my family in the books was the Russian teacher treated me differently. It was a good, it was a good experience. one of the great leaders of Russia and was banished to Siberia and everything was taken away and his family fled and some of them ended up in the United States. The whole family often gathers together on this patio. They reminisce about their relatives from both Russia and the USA. Many of them are far away and many of them have passed away. Marsha then asks the question what could be more painful than remembering loved ones who are not longer alive? It seems that only yesterday all members of the family were sitting at a table and laughing together. Memories of one family member bring only a smile to the face of those who knew him. Vsevolod Fulon the uncle of Marsha Ismailov Mark. The family believes the Vsevolod Fulon known in the family as Seva inherited the famous family traits, sociability, kindness and the ability to give life vibrant colors. Seva, my uncle, loved to sing. It was the highlight of the party and everybody wanted to hang around or be around Uncle Seva. And he was a very special person. He was charismatic. When he walked into a room people knew that he was different. He was special. And he carried himself. Big Russian man. Strong. He is a happy man. He was happy. And he was happy. He was a man. He loved the room. A little bit. He loved to eat. He loved to dance. He loved to dance. He loved to dance. He was really open, he was very smart. He was very rare. это молодые цыгане московские ну посмотрим как это все понравится если понравится всегда можно переделать или просто выбросить другие сделать но целуем все слушай а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Севолод Фулун, is a brother of Alexey Haritonovich's mother and the only son of Maria Dmitrievna, was an extremely well-rounded man. He especially adored writing and performing Russian romance songs and even created his own sound studio to do so. In 1920, at 8 years old, with Maria Dmitrievna and three of his sisters, Сева, fled from Moscow. He lived most of his life in Connecticut, where he worked in the aircraft production company of Igor Sikorsky. Charming and cheerful, Сева was the life of everybody. Women and children adored him, and his house was always full of friends. Speaking perfect Russian, he could vie with any Russian man in terms of knowledge of Russian history and literature. In a family of five girls, he was a favorite. Maria Dmitrievna loved him daily. But, like any of his family members can recall, he lived with the weight of huge responsibility and a promise that he couldn't keep. When I died, my grandmother, Mara Dmitrievna Fulon, she took a claim of Sева. Sева, you have to find a sister in Russia. And he was a liar that he will find a sister. Sева began to take action. Ironically, or perhaps because Maria Dmitrievna helped things along from up in the heavens, his wife Natalia worked as a translator in the Russian Department of the United Nations. She began to actively help her husband. Севина жена, Наташа, была очень умной женщиной. Она владела шестью языками. И работала она в ООН, в русском отделе, переводчицей. У нее был начальник. Он сейчас умер, царство ему небесное. Игорь Мелех, и в какой-то момент Сева попросил Игоря найти сестер. Игорь согласился. И он нашел, попросил свою сестру, которая жила в Москве, разыскать Марию Петровну Бельхерт и Надежду Петровну Блохину. Чем могу служить? Здравствуйте. Вы, Надежда Петровна? У меня там разговор. Можно пройти? Ну, конечно. Что-то случилось с девочками? Нет-нет, не переживайте, все в порядке. Я жду их к обеду. Можно присесть? Да, конечно. Меня зовут Ксения. Вы, пожалуйста, не пугайтесь. Мне стоило большого труда разыскать вас. Я пришла по просьбе моего брата, он работает в ООН. Дело в том, что ваш брат Всеволод, он жив. Он живет в Америке, он разыскивает вас. У меня нет брата. У меня есть его адрес и телефон. Вы можете связаться с ним. У меня нет брата. У меня нет и не может быть родственников за границей. Потому что они погибли 30 лет тому назад. Вам пора. Поймите меня. У меня две девочки. Простите. Простите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я говорю, Сева, ты на нее сердце не держи. Невозможно было сказать. Невозможно. У Надежды Петровны две девочки. Девочки учатся в институтах. Она бы только рот раскрыла. Это же Америка. Ну что, в Америке разве скажут, что людей, у которых родственники за границей, что это люди второго сорта? Ну нет же, конечно. Они это не понимали. Я не думаю, что это она нарочно. Я думаю, она боялась. Почему? Почему не принимать, когда знают, что Сева и что? Я так думаю, не знаю. Потому что это им бы было плохо. Я думаю, все очень были испуганы. И боялись. Потому что первый раз, когда я переехала, Алеша и Наташа просто со мной никогда не отпускали никуда. Но это время было тяжелое. Я это помню. Для современных мужчин, это сложно увидеть, как вы могли отрегулировать собственную семью. Это даже тяжело представить. Реакция к этому, что в США-минезий, в последние 1950-е годы, в период экономической развития и прорывания. Это так называемая «эра» в консумер-социете. В то же время, в США-минезий, вращаясь к болезням и осуществляя total control over every aspect of life, which affected every member of the West Country. Это было время, чтобы Сева могли понять the true reason for Надежда's refusal to recognize her family abroad, to understand and to forgive her. Севолод himself made a second attempt at meeting their relatives living in the Soviet Union after as many as 30 лет. В 1972-м году Севолод Петрович со своей женой Наташей и с дочерью Сандрой приехал в Москву. Я, Наташа и Ирочка, моя дочка старшая, ринулись на Арбат на следующий день. Ждём. Взрыв звонок. Открываем дверь. Ну, мамочка идёт вперёд, потому что я не знаю уже, Севу не видел ни разу. Говорит, Севочка, Маруся, ну, это... 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 это такие моменты. Говорит, Алёша. Я говорю, да, Сева, это я. Это... это такое чувство было. Тем более... тем более я очень родственный человек. Тут, конечно, отказаться, отказаться никто не мог просто. Сева приехал, они все, конечно, постарели очень, они все стали другие, они все изменились, но это же родные, братья и сёстры. В то время, Алексей Харитонович first learned that he had an uncle who lived on the complete other side of the planet. His uncle had devoted a large part of his life to finding his estranged family, even though there was an ocean between them. And they lived in a country that was at the time hostile towards the United States. Despite the great distance and the ideological clash between the two political systems, Sevalet kept the promise to find his relatives from Russia that his mother Мария Дмитриевна had made. They finally found each other on this earth half a century later. And he said, Sevalet, why? Why so long? He said, why so long the grandmother couldn't find her? She said, only because she was very afraid of you. Very afraid. Well, it's clear. It's clear. However, with this discovery the difficulty didn't end. It was around 1972, still nearly 20 years before the end of the Cold War. Relatives from the capitalist camp couldn't paint the eyes of their Soviet family in the eyes of the Communist Party. They said, we decided to go to the KGB. And we went. Natasha went to the KGB to the KGB. She worked as an instructor of the KGB of the KGB. And I went to the KGB to the KGB. I never will forget how they met them there. I explained them and told them what to do. And I what do you how to do? How to do? They said, не волнуйтесь. принимайте ваших родственников, занимайтесь с ними, показывайте им Москву, угощайте их, отдыхайте с ними. Единственное, о чем я вас прошу, сказал этот товарищ, который нас встречал там, меня встречал там, я вас прошу только об одном. Не ввязывайте детей в отношения с американскими родственниками и не берите ценных подарков. После первого года в 1972, Севолод начал visitать Советскую Союзу регулярно. Он не только посетил Москву, он также пошел в Санкт-Петербург, Тбилиси и Баку. Он воспринимал русскую культуру как спонж. Каждый новый знакомый ему привезли к фонтану новых впечатлений. Он не смог бы получить достаточно русского, потому что он не смог бы respirать достаточно русского воздуха. Каждый из Сева посетителей было как празднование, говорит Алексей Харитонович. Десять лет, то, что Сева приезжал в Москву, это было сплошное счастье. Каждый год он приезжал в Москву. Для нас это было счастье. Мы готовились к его приезду. Закупали водку. Потому что все выпивали, нормальные русские люди. The element of surprise was endless when Алексей Харитонович found out about his uncle Сева and more about their shared lineage. The genealogical history of their family that was researched and put together in New York clearly hinted at who their distant ancestor was. У него было двое детей. Владимир и дочка Александра. Это наша линия. Сим удостоверяется, что состоящая членом Союза российских дворян в Америке вдова полковника Петра Александровича Фулона Мария Дмитриевна Фулон является внучкой Александра Александровны Ватковской, рожденной светлейшей княжной Меншиковой, правнучкой адмирала светлейшего князя Александра Сергеевича Меншикова. Мы обрели с Наташей и с моими дочерьми ну такой клан Меншиковский, Фулоновский, Огаревский в Америке. Там сейчас уже меньше, а тогда, когда мы первый раз туда приехали, там их 40 человек было. Сын Алексей Харитонович и Наталья Владимировна were introduced to the rest of the American descendants of the Grand Duke. В 1994 году мы решили с Наташей поехать. Это была интересная поездка. Маша очень боялась, что она не узнает меня. Она была всего два раза в Москве со своей группой. Ей было не до этого. Она взяла с собой Петю Фулона, чтобы он меня узнал. Прилетел в самолет, но Наташка у меня, я вообще не в зуб ногой по-английски, не знаю английский, а Наташа так немножко она, не немножко, а даже очень-очень прилично. И, Наташа, самое главное, не потеряться. Да куда идти, что идти? Ну, в конце концов, мы вышли, и стоит Петька, стоит Наташа. Наташа, они нас увидели. Мы, это была такая встреча, мы расцеловались. Кругом нас народ стал аплодировать. Я говорю, Маш, почему они аплодируют? Они, говорит, радуются за вас. Все же понимают, там все ждут самолет из Москвы, значит, люди приезжали из Москвы, прилетели. Они, говорит, радуются за вас. И вот это на нас произвело потрясающее впечатление, как люди радовались свиданию родственников. Алексей Харитонович и Наталья Владимировна всегда летали в Америку к их новой семье с огромным удовольствием. В итоге, родители из окружающих океанах любили летать в Россию. Однако, Сева visitала Москву больше, чем ни одного. Она обожала ее, и Россия его обожала. Он раз, один раз Наташа сказала, Наташа, давай я сделаю вам большую гадость. Наташа говорит, Севочка, ну какую ты можешь нам гадость, кроме радости доставить? Я, говорит, умру в России. Нет, вы сказали, ради Бога, живи, умирай у себя дома, в России не умирай. Он так любил Россию. ВСЕВОЛОДИЯ Севочка, который не умирай в России, не уничтожил. Он уничтожил в 1982, в Кондакете. Он был убран с его мамой, Мария Дмитриевна, с его папой и первой женой, в Монт Оливуде, в Нью-Йорке. Монт Оливуде, в Монт Оливуде, в Руссен-Монт Оливуде. Субтитры делал DimaTorzok 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 Марша is going back to Russia She and her husband, Bob, have prepared a special gift for their granddaughter, a tour of the streets and museums of Moscow, and most importantly, meeting their distant relatives. That now, it is their turn to preserve the thing that several sought out for so long, the unity of their family. DimaTorzok 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 DimaTorzok